знаете в самом начале в сами были летсплей типа просто чел заходит что-то там делает как-то развивается как-то все это снимает всем интересно как он впервые купил машину как он впервые купил дом все прочее потом люди все это вырастают и не особо то всем хочется все это смотреть то есть нужно что-то новое а что новое могут предложить все эти люди и потом какие-то были воды там купил аккаунт продал аккаунт а потом все началось заново началась жизнь бомжа что такое знаете более качественные вот сегодня на одну такую вот жизнь бомжа то есть сказать что стив бомж но типа до жизни какого-то такого человека мы посмотрим кстати аризона роли play феникс айпи а также мой никнейм данте коннер также мы правом код ноутокс 54 все это находится в описании данного видеоролика заходите туда там все это узнавайте познавайте и в общем то все делаете всем привет дорогие друзья вот у него вот господи времена идут годы остаются но у стива до сих пор вся эта сборка я просто не поняли реально кто смотрит типа сколько у него подписчиков 276 тысяч отдыху я для сам при том что ну большинство мертвые типа но кто-то его смотрит все с этой сборкой с этой с этой вот его дикции типа где он просто вот так вот рассказывает монотонно типа я купил то потом я купил кто-то вот его со всей этой дикции смотрит кто эти люди что это за бешеные чайки я просто не понимаю у меня 100 просмотров 50 просмотров и стива болеть миллионы почему проект жизнь в самп на сервере аризона рп скотт дейл в этом проекте я зарегистрировал новый аккаунт и начал развитие с полного нуля я постараюсь и полный путь от бомжа до богатого и уважаемого человека который выполнит все цели которые вы сейчас видите на экране ёбаный в эти цели не ограничены во времени за исключением одной которую я выбрал на данный момент какая выполняю одну цель к нужной дате и сразу выбираю следующую в этом мне помогаете вы но чтобы данный проект было интереснее у него есть пять правил 1 отсутствие помощи подписчиков второе деньги за регистрацию на мой ник идут вам они мне третье регулярная смена моего ника для меньшей узнаваемости четвертое полное отсутствие доната за исключением смены ника пятое все делать честно и на совесть отлично хотите играть вместе со мной вводите мой не 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 но у токси 54 какую-нибудь мафию для того чтобы зарабатывать там азакова идти на корабли и просто снимать какой-то интересный контент долго думал в какую фракцию вступать большинство из вас писали мне чтобы я вступал вот смотрите он просто монотонно все это читает то есть я так делал в 2015 16 по моему году то есть когда я снимал все эти выживания на там адванс рп там на еще каких-то серваках я говорил примерно так же потом уже я понял что нужна интонация нужна динамика нужны все прочие вещи но стив до сих пор то есть во всем своем вот этому опу а во всем своем вот этому об амплуа он остался в господь сложное слово когда ты пытаешься говорить как-то более нормальными на предыдущих аккаунтах поэтому решил остановиться на ней не буду скрывать потому что изначально с вами договаривался что проект будет максимально прозрачный честный лидер ворусе написал мне сам вконтакте слушать а это хоть кому-то интерес сколько тут комментов вообще 67 комментов и типа и кто-то до сих пор это смотрит есть получается дети новые рождаются которые типа ну не видели еще чего-то там знаете в сам пиво во всех прочих вещах типа и кому-то это в самом деле еще может быть интересно и я не знаю кто эти люди то есть неужели кому-то реально интересно как чел там уже двадцать сходить сорок одна тысяча по то есть это за пять часов пять тысяч просмотров поняла то есть а так она собирает типа десяти тысяч при том что регулярности роликов просто нет ебаный блять однотипный при блядь что-то я в своей жизни явно проебал что-то я блять делаю явно не так однако ладно его предложение вступить к нему мы встретили лично но сразу скажу что никакого блата по отношению ко мне не будет потому что чисто теоретически я бы мог вступить туда и на пятый ранг но я хотел вступить именно на первый ранг у него залагал всю систему повышения что там нужно делать как подниматься чтобы этому казалось любой другой игра чтобы вступить именно варлоком си вы можете просто днем прийти на риску и думаю что вас реально примут если маясь не примут что делать или девятка с не будет девятки не примут тогда да внес меня в базу данных сотрудников рп в сапе 2021 на аризоны рп блять это то есть это все это сейчас прийти в организацию то есть я в организациях на сам серверах не был наверно с года 2017 и то есть и тут до сих пор какие-то рп отыгровки делают такого толстячка я посмотрел на скины до четвертого ранга такие толстячков так что надо поскорее получить 5 чтобы во первых ходить на корабль а во-вторых уже когда же он получит 5 этого я пытался поехать в автошколу и купить себе права нам прямая склейка ладно иногда прямая склейка это типа прикольно потому что там лицензер какой-то стояла фк который может выдавать права на мото и я зашел в игру уже ночью этого же дня для того чтобы попробовать выполнить квест по перевозке денег я изначально что и смог уранга можно выполнить данные задания там как вы знаете во первых можно получить ларит с премией и потом продать его за деньги а если привести денег на миллион долларов то можно в принципе еще получить 12 а за койнов я взял данный квест села мне за коины типа 24 рубля это типа то что нужно любому человеку данный квест я могу выполнить только с пятого ранга поэтому это еще одна причина получить пятый ранг далее я принялся сколько еще причин господи купи попфильда 20 тысяч просмотров на каждом ролике это с монетизации блять но в месяц у меня выходит долларов может здесь может у него еще больше там я не знаю то есть это можно типа блядь это можно поп-фильтр купить он стоит 50 рублей ветрозащиты у тебя не будет бп второй ранг на форуме я их все на блядь самого простого это устроиться на работу разводчика продуктов и привести продукты в магазин 24 на 7 который находится не ахуеть устроился я на данный а две тысячи продуктов целых две тысячи приехал к 24 на 7 24 на 7 он приехал от продукты нельзя да и вообще продать продукты нельзя лист и ни одного заказа ордер лист он вводил всех бизнесах сервера не было не было ничего дали вот заказами какая-то правда скотель на фениксе и заходите аризонару или плей феникс я сам не понимаю почему почему еще на форуме было пометка он сам не понимает у вас нет там третьего левела или там есть какие-то другие про вы идете нахуй просто выполнить по рп поэтому он умеется все равно приехал к магазину и по рп разогласил склад магазина все конечно же за скринил сделал рп этой гровки и после этого задание было выполнено а вот в следующем задании возник небольшой казус в этом задании мне необходимо было приехать к любому полицейскому участку ага и нанести около входа и эмблему нашего байкерского клуба время чтобы вы понимали было шесть с половиной утра то есть пол седьмого и то что там окажется какой-то полицейский разумеется я подозревать не мог в общем я в руке до мпд потому что мой любимый полицейский участок в сампе а нахуй ты его тогда грифишь его ко мне я видел что сзади там где-то или на крыше стоит фк какой-то мент и в принципе принялся ну писать свои рп от игровки то что начал наносить баллончиком краску на стену и рисовать эмблему это же блять в вами должно быть нашего байкерского клуба все в принципе было нормально и когда я уже практически закончил происходит следующий диалог не понял не снял дубинку с поясного держателя пройдемте в участок или сами за что за и пройдемте в участок и леса пиздец блять и но его участка граффити извините меня заставили простите кто вы вы сумасшедший простите пожалуйста может договоримся далее я достал прп из кармана блокнота ручку после этого написал на блокноте цифры и передал офицеру напротив на листке написано 23000 все что есть офицер но сначала и после этого прп он принялся меня ощупывать на предмет камеры различных прослушек я через командуду ответил ему что на мне нет никаких камер и прослушек и после этого он говорит давайте далее прп достал кошелек передал необходимую сумму человек а он мне после этого еще и говорит думаю это красивое граффити спасибо извините что так вышло больше не повторится и после этого он меня отпустил в общем честно вам скажу что это такой момент с которого я ну очень давно ждал то есть когда он выбежал ко мне достал дубинку я думал что он просто сейчас начнет меня в тупую вязать но чувак оказался во первых с чувством юмора во вторых осуществил мою мечту дать наконец-таки полицейскому взятку в сампе по-моему я этого ни разу не делал хотя это действительно очень такой важный момент это вообще реально у меня получилось это сделать так самый важный момент прям красава пацан реально взятку взял а потом спрашивает почему навальный в тюрьме сидит вот если что его не уволят за то что я выложу данный ролик потому что даже если кто-то предоставит это как доказательство и кинуть на него жалобу он не нарушал правила сервера он нарушил именно правила своего полицейского участка и с этим уже должны разбираться полицейские в рамках рп но так как никаких камер прослушек не было на него вряд ли кто-то выйдет далее я по так блять а на самом-то деле у тебя же видос сан-фьера чтобы наконец-таки уже получить права там я остановился около ларька чтобы покушать и там опять встал какой-то около меня мем чисто усатый сыр на мотоцикле не знаю чего он хотел в общем я там поел поехал в сорт блять что же мне это напоминает сука вот что ж это блять напоминает не видос этот блять ебаный на обзоре на максима кудрявца 5000 просмотров я даже не думал и это я не хочу я хочу именно показывать какие-то такие моменты и так далее но в принципе в данном выпуске выживания уже озвучил побольше долгих моментов без музыки не было вот так вот поэтому если что то я послушаюсь к вашему мнению и каждому комментарию блять угадайте какой год это 2016 год то есть понятие в 2016 году это 600 просмотров при том что блять идем просмотры какие-то просто от людей которые заходили посмотреть чего я начинал блять потому что типа на лайков должно быть больше если это просмотры от людей которые заинтересованы в этом были блять просто это ужас бля и сейчас в 2021 году он делает то же самое я в шоке скрылся с моих радаров далее я получил права на мотоцикл быстро сдал этот тест охренеть никого из лицензеров не было поэтому пришлось все сдавать самому но тест и после принялся выполнять за даже стивен справился или стив как третий ранг потому что время был 6 утра на второй ранг у меня отчет мало кто мог проверить и я решил не терять время зря не теряй время работу дальнобойщикам и в этом задании мне не кажется я сейчас время просто теряю то есть 8 минут и что ты бля господи вот это вот разметка еще интро и ролик это просто бля это гениально сами вам на себя который находится недалеко от варлоком си я выбрал нужную аму в списке загрузил свою фуру и после этого уже поехал в сторону варлоком си еще когда я смотрел список я удивился то что там продуктов практически нет то есть ангел пейн это настолько отдаленная точка что очень сложно туда привести боеприпасы потому что дальнобойщикам это тупо невыгодно ну а я работал 48000 плюс еще выполнил задание вообще хочу отдать респект лидеру или тому человеку который придумал данную систему что с разводчиками продуктов что с амуницией потому что ангел пейн слишком далеко проблема с продуктами всегда есть а вот эти задания вроде бы небольшие в любом случае не много ситуацию справляются помимо этого люди которые эти задания делают еще могут потом получить повышение на следующий ранг то есть от этой звали на все выигрыши и я считаю что у тебя мы отлично я забыл какая уже задание в большинстве чем тупо и рп дрочи в клавиатуру ну и далее следующие задания и необходимо было поехать куда-то за город в лес найти посылку от наших латиноамериканских друзей выкопать ее и привести на склад варлоком си я взял фургон отправился на ази с которой на там прп купил лопату все отыграл к сожалению лопата конечно там стоило 15 тысяч остальные товары намного дешевле но я очень торопился поэтому выбор у меня особо не было после этого я уже приехал в лес там я отыграл то что я нашел эту посылку выкопал ее к сожалению этот момент я не заснял далее меня краснуло я вернулся опять на то же самое место уже эту посылку вытащил из ямы положил фургон и отвез на склад нашей организации я разгрузил и в принципе данное задание было выполнено и последнее задание наверное самые лайтовые это необходимо взять пластички рамштайн которые лежат также на складе и просто поставить их в проигрыватель так как все байкеры любят рок и рамштайн видимо для них это какой-то идол то есть наверное любимая рок-группа в общем я это задание быстро сделал и в принципе на этом я закончил рамштайн у меня дед в таких стрелял по-хорошему я должен прямо сейчас был сделать за кадром отчет да уже повышение на 2 3 ранг и все вам это тяжелый четвертый должен себя дома я все это делаю с ноутбука а скрины я забыл поэтому бля в поп фильтр перекинуть поэтому данное видео пойдет уже как отчетно 2 на 3 ранг потому что везде присутствует тайм его в принципе должны принять и уже в следующем ролике вы увидите как я получаю третий ранг на этом в принципе все огромное вам спасибо я перепутал когда я сказал что там должно быть в оме на самом деле это должно быть в туду я так понимаю обязательно подписывайтесь на канал в туду в туду не вами лайки с вами был стив всем пока 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 стив в общем вот если вы досмотрели до этого момента пишите в комментарии стив самый лучший gta самп ютубер я его обожаю люблю а за дс просто дурак клоун и так далее а пишите все это в комментарии также заходите на аризона роли play феникс делайте все прочие вещи всех люблю всем пока всем до свидания до 1 лайк под этим видеороликом и настил будет выходить больше реакций всем пока и